Какая-то биомеханика, я не знаю, что это, как это еще можно назвать. Посмотрите, на какой великолепный камень наткнулся. Называется шизолит. Смотрите, друзья, а вот этот просто 700 килограмм. Он упал в 1947 году. И... ну, он такой очень серьезный камешек. Это аметистик. Ну, хорошо, что этот мышьяк за стеклом. Смотрите, ребят, вот здесь вот наши минералы Подмосковья. Давайте посмотрим, какие у нас есть минералы в Подмосковье. Как чароид очаровывает своим великолепием. Наш любимый джесс-камень, который нам очень понравился, который, так сказать, нас призвал. Смотрите, 210 килограмм прилетел из космоса. Давайте посмотрим это. Короче, смотрите, ребята, это такие вот метеориты. Здесь такой огромный кусок метеорита. И здесь маленькие кусочки. Все они откуда-то к нам попали. Ну, попали они, в смысле, к нам из космоса. Но у них у всех есть название. Ну, вот здесь, например, есть хондриты. Вот СССР, найденные в 1749 году. 687 килограмм. Ничего себе. Хондриты. Так себе, конечно, название, да? Но как бы что делать? Вот хондриты. Вот там вот есть маныч. Вот. Тоже вон хондры. Маленькие. Смотрите, какие хондры. Пожалуйста. Недавно мы уже начали погружаться в мир камней. Так как, собственно, мы создаем свой бренд с драслетами. Не дня без камня. Ребята, всем привет. Короче, мы добрались в джаз в Минералогический музей. Сейчас мы будем ходить, смотреть и любоваться прекрасными камнями. А вот смотрите, друзья, какие тектиты чернющие. Просто как... Как я даже не знаю называть, как что. Смотрите, какие. О, а вон такой, смотрите, прозрачный. Прозрачный. Это у нас левит. Пожалуйста. Куча всего интересного. Интересного здесь. Друзья, здесь смотрите, какие две огромные. Просто глыбы. Это, короче, что у нас? Это у нас паласово железо. Значит, каменно-железный паласит СССР, найденный в 1749 году. 687 килограмм. Ничего себе. Смотрите-ка. Такой вот кусман просто, да? Конечно, не хотелось бы, чтобы такой на голову приземлился. Да, 687 килограмм. А вот еще, смотрите, 210 килограмм прилетел из космоса. Давайте посмотрим. Это Каенсас. Каенсас. Значит, Каенсас, 210 килограмм. Выпало 15 индивидуальных экземпляров общим весом 210 килограмм. Наибольший вес 102 килограмма. Представляете? 200 килограмм космоса на голову так. Нет, не на голову, шучу, конечно. Так, а что у нас? Это у нас маленькие теоретики. У них такие названия, конечно, интересные, что сначала с первого раза ты не выговоришь, но очень интересно все выглядит. Некоторые прям вот, например, это прям железо конкретного, железо просто. Да, просто вот железо. Обалдеть. Просто обалдеть. Смотрите, друзья, а вот этот просто 700 килограмм. Он упал в 1947 году. И, ну, он такой очень серьезный камешек. Смотрите, сколько здесь всего. Вот это вот метеориты. А это у нас пошли там алмазы. Ну, и, собственно, разные камни. Смотрите, как здесь красиво. Очень хочется, конечно, потрогать прям руками. Вот так вот, но руками трогать нельзя. Поэтому будем наслаждаться, так сказать, эстетически. Получать эстетическое удовольствие. Ладно, погнали смотреть. Джессон тоже там что-то снимает себя на фоне камней. И посмотрим, что там на фоне. О, смотрите, вот это классные такие самоцветы, а. Да! Так вот. Продолжение следует... Смотрите, ребята, вот здесь наши минералы Подмосковья. Давайте посмотрим, какие у нас есть минералы в Подмосковье. Вот кварц, пожалуйста, вот. Холседончик, смотрите, какой прекрасный. Иди ко мне, шагань и выстреми. Ребята, в этом музее просто тысячи, тысячи разных камней. И я нашел наш любимый джесс-камень, который нам очень понравился, который, так сказать, нас призвал. Мы недавно были на выставке камней, там тоже были всякие интересные экземпляры. И я вам сейчас покажу тот камень, который, как это сказать, наверное, заставил себя купить. Будет неправильно я подобрать это слово, но который нам очень понравился, что нас привлек поднимите. Смотрите, это аметистик. Вот у нас Друза Аметиста, теперь есть дома, кусок Друза Аметиста. Мы приобрели на этой выставке, а это вот как-то ЖО, да, она правильно называется. Пока могу ошибаться, потому что только недавно мы уже начали погружаться в мир камней, так как, собственно, мы создаем свой бренд с браслетами. Для того, чтобы более выбор разбираться в камнях, мы начали ходить по выставкам и, собственно, изучать мир камней. Вот аметист это наш любимый камень, поэтому у него очень, как бы это сказать, у аметиста, я расскажу об этом в выпуске, очень сильная энергетика, и он очень непростой камень. Квадц, он просто прекрасен. Смотрите на его великолепные кристаллы. Посмотрите, на какой великолепный камень наткнулся. Называется шизолит. Надеюсь, он ничего не имеет общего с одноименной, так сказать, с одноименным психическим расстройством. А вот у нас есть минералы чаровитов. Вот смотрите, как чаровит очаровывает своим великолепием цвета и фактуры. Ребята, здесь столько камней, их просто десятки тысяч, и поэтому, что я рекомендую, если вы соберете в следующий раз в этот музей, то заказывайте с собой экскурсоводы обязательно, чтобы максимально получить информацию полезную, да, потому что тут вот смотришь, десятки тысяч названий, десятки тысяч минералов. Ты уже просто спустя 20 минут уже вообще от этой энергетики камней вообще уже не понимаешь, что есть что, поэтому мы обязательно сюда в следующий раз сходим с экскурсоводом, который, собственно, разбирается в камнях. Поэтому я советую в следующий раз, конечно, обязательно взять себе экскурсовода. Ребята, мы нашли еще один образец нашего любимого камня, 164 килограмма жилы для алетистов. Смотрите, это просто какое-то сумасшествие. Он прекрасен. Смотрите, ребята, это называется послескарновое образование. Смотрите, вот они не настоящие, да, как будто они какие-то, я даже не знаю, как на это, смотрите. А на самом деле их создала природа. Они, давайте посмотрим. Так. Ну да, они, получается, насколько я понимаю, не синтетические, а настоящие. Просто безумие. Они просто безумные. Безумно красивые, я имею в виду. Смотрите, а вот есть мышьяк. Мышьяк у нас к простым веществам относится. Хорошо, что тут мышьяк здесь стеклом. Друзья, мы решили сжать то, что мы обязательно второй раз сюда придемся с кроссоводом, потому что у меня настолько уже, я до такой степени ошеломлен красотой камней, что я уже даже название не могу читать. У меня уже просто это не лезет от этого, просто без крайнего количества, поэтому мы обязательно сюда придем второй раз, но уже с кроссоводом стоп удовало. Смотрите, невозможно это вам не показать. Называется псевдоморфоза. Вы просто посмотрите на этот халцедон по морским лилиям. Это же просто, ну я даже не знаю, это прям какая-то биомеханика, я не знаю, что это, как это еще можно назвать. Это какой-то стимпанк, что ли, тоже одновременно, а на самом деле все просто. Вот, почитайте. Ребят, смотрите, вот я нашел, кстати, образец обсидиан. У нас из обсидиана будет тоже мужская коллекция браслетов. Вот я ее покажу, ну, так сказать, нахожусь в процессе создания. Вот, посмотрите, тут камера, к сожалению, не очень хорошо передает. Ну вот, снежный обсидиан. Вот у нас будет из снежного обсидиана мужская коллекция браслетов. Вот, посмотрите, вот пятый. Вот. Посетили мы Минералогический музей Ферсмана. Первый раз здесь были. Как я уже повторял в видео, второй раз мы сюда пойдем обязательно с экскурсоводом, потому что те десятки тысяч камней, которые здесь есть, это огромная разновидность. Даже голова кружится, такое изобилие. Но муж жест, конечно, еще, как те камневоды, мы с ней приобрели вот такой вот замечательный амазонит. Смотрите, он просто великолепен. Вот. Амазонит у нас присутствует в коллекции для нее. На видео будет фотография, как он выглядит. И поэтому мы решили вот такой вот амазонитик взять. Ну и, собственно, для... Когда будет фотосессия, мы будем его с браслетом из амазонита показывать, вот как он выглядит в натуральный... Ну, натуральный камень, натуральная порода. Поэтому, как это сказать, не дня без камня. Сейчас были в музее Ферсмана, в музее минералологии. Захотелось, как всегда, поесть. А мы спустились вниз к набережной, к Пушкинской набережной, вот. И зашли в кафе-пляж. Лимонад у них обалденный. Брускетики мы ждали минут сорок, наверное, пять. И шашлык мы ждем тоже где-то минут сорок пять. Посмотрим, какой будет шашлык. Выглядит вроде бы аппетитно, но... Если честно, могли бы, конечно, и побыстрее. Вот. Но в любом случае... Сейчас попробуем и заценим. Лимонад классный. Надо отдать должное. Ждем долго. Но брускетики просто великолепны. Брускетики великолепны. И лимонадик великолепен. Я думаю, шашлык тоже должен быть прекрасен. Единственный минус. Я говорю, мы ждем где-то уже, ну, минут, наверное, на пятьдесят, да, получается. Где-то минут пятьдесят. Но что поделать? Народа очень много. Там вот есть еще столики, которые конкретно прям вот... На набережной прям вблизи, у воды. Там мест не было, но мы тоже неплохое место себе нашли. Поэтому, в принципе, кафе-пляж молодцы. Можно нормально покушать. Но придется немножко подождать. Джесс, ну что, как шашлык? Стоит ждать пятьдесят минут? Ну, только сейчас. Второй раз пойдешься, да? Подумаю. Друзья, смотрите, мы еще больше нашли экспонат аметиста. Смотрите, это просто великолепно. Смотрите, он просто прекрасен. Смотрите, он просто прекрасен.